Саляму алейкум и рахматуллах и баракатум Бисмиллах, альхамдуллиллах Вассалату, ассаламу аля Расулиллах Продолжаем лекции на тему уроки упоминания Аллаха На тему упоминания Аллаха И на прошлом уроке с Алимжан Хазратом Вы должны были пройти тему Нузулюл-Кур'ан фишах и рамадан То есть не с посыланием Кур'ана в месяц рамадан Прошли, нет? Да Что запомнили? Не буду спрашивать Надеюсь, что запомнили что-то А то, когда еще в Нижнекамске работал Братья рассказывали Вот, говорит, с праздника вышел один абы Ну, праздничная хутба Такой весь на этом На эмоциях Весь такой заведенный На остановке стоит И у него спрашивает Ну, что, говорит, был? Послушал? Да, был, послушал Ну, как Хазрат рассказал? Так рассказал, так рассказал Машаллах А что, говорит, рассказал? Ну, говорит, так рассказал Ну, вот о чем, о чем он говорил Машаллах, так, говорит, сказал Прям вот Ничего не может сказать Эмоции только послушал Поэтому Сегодня, иншаллах, тема То есть, условия Неспосылания Курана И принятие мусульманской умы Курана Это понимание значений Смыслов Курана То есть, умма, которая приняла Книгу Аллаха Она обязана То есть, обязанность умма Перед книгой Аллаха Это изучение То есть, и понимание Значений Курана Смыслов Курана О чем эти суры? О чем эти аяты? И, конечно, после того, как Мусульманин поймет Что же Аллах хочет сказать ему Ему именно Через это обращение Он должен это Притворять в жизни То есть, использовать в жизни Сегодня, иншаллах, поговорим об этом Поэтому очень много будет аятов Я прошу у Аллаха помощи Чтобы он дал мне возможность Должным образом Довести до вас Это знание Сура Феатир Сура Творец Двадцать девятый, тридцатый аяты Всевышний говорит Инна ладзина Ятлюна китаба Аллаха Воистину те, которые Читают Писание Аллаха Книгу Аллаха Ваа кому салата И выстаивают молитвы Ва анфаку мимма Розакнахум И те, которые Расходуют Из того, что Чем мы их наделили Потому что мы можем давать Только то, что Аллах нам дал Поэтому во многих аятах Аллах говорит Когда описывает Своих верующих Своих рабов Верующих рабов Он говорит Они дают из того Чем мы их наделили Поэтому мы можем давать Только то, что Аллах нам дал Поэтому Сирран Вааляньятен То есть Сирран Это тихо То есть Не показывай другим Вааляньятен А иногда Показывай другим Потому что Даже если взять Жизнь праведных Предшественников Особенно тех Которые занимали Какую-то должность Они Многие Свои Жертвования То есть Давали Никому не показывая Только ради Аллаха Но иногда Они Именно Делали это На показ Показывали Чтобы Другие Брали С них пример Как например Омар ибн Абдул-Азиз Каждую Джума Каждую пятницу Он давал Очень много Садаха Да И он это Специально Показывал Чтобы его Окружение Его замы Да Все Брали с него Пример Поэтому Мусульманин Иногда Что-то Должен скрывать Большинство Дел Он должен скрывать Но что-то Что-то Не переступая Вот эти границы Не переходя Уже В Рия Показуху Он что-то Может показать Чтобы кто-то Брал с него Пример Например Отец дома Что-то делает Специально Дает об этом Знать Своим детям И дети Берут пример На всю жизнь Что вот у нас Отец Вот так делал Он вот этим Помогал Или что Делал то-то 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 Тайна Скрыта И Аля Ньетан Явна И Ради чего Они все это делают Ярджуна Тиджаротан Лентабор То-то Читая книгу Аллаха Возвращаемся К начале Аята Выстаивая Свои молитвы И Расходуя На пути Аллаха Из того Что Аллах им дал Они Надеются на что Надеются Тиджара Тиджара переводится Как торговля Таджир Торговец То есть Они надеются На торговлю На сделку Лентабор Аллах говорит Аллах говорит Халь Адуллюкум Яйху ладзина Аману А те которые Уверовали Не указать ли мне вас Мне вам На торговлю Халь Адуллюкум Аля Тиджара Тунджику Мин Азабин Алим Который спасет вас От мучительных страданий И так далее И так далее Почитайте Конец Суратусав Суратусав Реды Поэтому Аллах Торгуется с нами И мусульманин Который совершает Ради Аллаха Поклонение Который расходует На пути Аллаха Он Делает Сделку Торговлю С кем? С Аллахом Лентабор То есть Это сделка Которая Никак не может Что Оказаться Безуспешна Она обязательно Будет успешной И прибыль Польза Обязательно будет Ли Юафияхум Уджурахум Ваязидахум Минфадли Чтобы Аллах Увеличил им Их награду Чтобы Аллах Вознаградил их Ваязидахум Минфадли Чтобы Аллах Увеличил им И своей милости И своей милости Иннаху Гафурун Шакур Воистину Он Прощающий И Шакур То есть Благодарный Если ты что-то делаешь Ради Аллаха Аллах Будет благодарным Аллах Обязательно Отблагодарит тебя Поэтому Аллах Прощающий И Благодарный Сура Фатир 29-30 аят Сегодня Иншаллах Мы говорим О чтении Курана Воистину Чтение Курана И Размышление Над Его Аятами Является Одним из Величайших Видов Верного Руководства То есть Хидая Когда Аллах Ведет Ведет Своих Рабов Прямым путем Через что? Через Изучение Курана Именно через Изучение Курана Ведь Всевышний На самом деле Он Неспослал Коран Не просто Для того Чтобы мы Читали Этот Коран Зубрили Даже не понимая О чем Мы О чем Говорят Эти аяты Что мы Произносят Наши уста Так ведь На самом деле Аллах Неспослал Свою книгу Своим рабам Как Худан Как верное Руководство А как ты можешь Руководиться Если Ты не понимаешь О чем Там речь Поэтому Мусульманин Должен Понимать О чем Там И как Милость Как Светоч Как Свет Который Показывает Нам Путь Вот Она Истина Вот Она Ложь Вот Она Белая И Вот Она Черная И Как Радость Радует Своих Рабов Раем Своей Милостью Своим Прощением И Как Напоминание Для тех Кто Поминает Для тех Кто Поминает Ну То что Куран Был Ниспослан Как Зикр Об этом У нас Были На эту Тему У нас Был урок Так Ведь Еще Будут Аяты Где Аллах Говорит Что Это Именно Напоминание И Всевышний Сделал Эту Книгу Благословенной Благословенной И Сделал Верным Руководством Для всех Миров Для всех Миров И В этой Книге Верующие Находят Исцеление Исцеление От всех Недугов И Особенно Недугов Сердца Именно Недуги Которые Поражают Наши сердца И Есть Тут Два Вида Болезни Первый Это Шубухат Это Сомнения Сомнения Всегда Людей Постигали Сомнения Всегда Даже Когда Мусульманин Приходит В Ислам Начинает Совершать Молитву Шайтан Он будет Приходить Он будет Делать Даже Группа Сподвижников Группа Сподвижников Пришла Пришли К пророку Салюллаху Алейхи Уасалям У них Страшная Беда Они Пришли С признанием И говорят Я Расул Аллах Иногда Нас Постигают Такие Мысли Посещают Такие Мысли Что Нам Хочется Чтобы Нас Кто-то Вот так Поднял На небеса И Кинул Об землю Чтобы Нас Разбили Вот так Чтобы Даже Не думать Об этом Значит На самом деле Мысли Ненужны Так И пророк Салюллаху Не стал Говорить Когда приходит Вор Он Выбирает Какой дом Разбитый Старый Дом Где ничего Нет Он Туда Не будет Заходить Поэтому Разбитое Сердце Разбитая Душа Разбитая Невежеством Неверием А что Ему Там Взять Он И так В аду Так Ведь Поэтому Он Обязательно Сделает Все Чтобы Забраться В этот Дом И Украсть Забрать Там То что Ему Нужно Поэтому Мусульманин Конечно У него Есть Что У него Забрать Так Ведь Поэтому Шайтан Всегда Будет Нападать И Ученые Об этом Пишут Когда Были Некоторые Монахи Которые Поклонялись Каким-то Божествам Своим Они Там Искренне Молились И когда У них Спрашивали А вас Посещают Какие-то Наущения Вот мы Мусульмане Когда Намаз Читаем Что Только Не приходит К нам Так Ведь Нам Нужно Бороться За каждый Намаз И Когда Спросили Этих Монахов Заблудших А вот Вас Посещают Какие-то Наущения Может быть Куда-то Уходят Они Говорят Нет-нет Мы Искренне Там И Один Ученый Когда Ученому Сказали Что А вот Жи Их Не посещают Наущения Шайтан Вес Вес А что Говорят Вор Будет Делать В разбитом Доме Говорят Это Там Нечего Брать Поэтому Наущения Вот эти Шубухат Они будут И Вторая Болезнь Это Шагават Это Страсти Это Страсть И Шагават Сомнения И Страсти И Всевышний Сделал Кур'ан Как Исцеление Кур'ан Лечит Сердца Людей Лечит От этих Сомнений Кур'ан Лечит Сердца От этих Страстей От этих Страстей И Аллах Сделал Кур'ан Милости Для Миров Кур'ан Это Милость Каждый Аят Это Каждый Запрет В Кур'ане Кто-то Боится Читать Кур'ан Потому Что После Чтения Кур'ана Он Узнает Что Вот Это Нельзя Это Нельзя Многие Не Приходят В Ислам Мечеть Только Боясь За То Что Ему Придется Здесь Бизнес Закрыть Здесь Лишить Себя Удовольствие А на самом деле Любой Знак Вот Этот Кирпич Который Запрещает Категорический Вест Это Милость Аллаха Это Милость Аллаха И Кур'ан И Кур'ан Является Верным Руководством Который Который Направляет Нас К Самому Наилучшему К Самому К Самому Истинному И Всевышний Сказал Давайте Приведем Несколько Аятов Аллах Сказал Например Сурату Нахаль 89 Аят Сура Пшела Ва Явма Наб'Афу Фикулли Умматин Шахидан Алейхим Мин Анфусихим То есть Явма То есть В тот день Судный день Наб'Афу Фикулли Умматин Шахидан Алейхим То есть Мы Выставим Против Каждого Народа Против Каждой Уммы Против Низа Да Свидетеля Из них Самих То есть В судный день Аллах Выставит Пророков Которые Будут Выступать Против Своих Народов Что до них Истина Дошла Что они Слышали Что они Это видели Что до них Это довели Поэтому Каждый Будет Свидетельствовать Каждый Пророк Будет Свидетельствовать Против Своего Народа И Аллах Говорит И мы Отправим Тебя Как Свидетеля Против Этих То есть Против Этих Это те Которые Возле Него То есть Против Твоей Уммы Поэтому Пророк Салли Аллах Будет Свидетелем Что он Донес Истину Что он Довел Книгу Аллаха Слова Аллаха До этого Народа Он Будет Выставлен Как Свидетель Против Своей Уммы И мы Ниспослали Тебе Книгу Как Что Как Разъяснение Всякой Вещи О Всякой Вещи То есть Аллах Через Свою Книгу Дал Нам Объяснение Разъяснение О Всякой Вещи Все Он Объяснил Нам И как Верное Руководство И как Милость Потому что Это милость И как Радостную Весть О милости О прощении Аллаха О рай Для кого Лиль Муслемин Для тех Кто предался Аллаху Кто подчинился Всевышнему Аллаху Лиль Муслемин Для мусульман Сурат И вот здесь Аллах Говорит Мы не Спаслали Тебе Книгу Как Разъяснение О всякой Вещи Поэтому Чтобы Понять Узнать Это разъяснение Мы должны Изучать О чем Этот аят О чем Что нам Аллах Хочет Сказать Через Эти Аяты Сурат Ал-А'раф 52 Аят Воистину Мы Преподнесли Им Книгу То есть Мы привели Им Книгу То есть Он Разъяснял Эту книгу Опираясь На знания Опираясь На знания Худан Как Верное Руководство Как Рахматан Милость Ли Кауми Ю Минун Для тех Кто Уверовал То есть Для Народов Которые Уверовали В Аллаха Сурат Ал-А'раф 52 То есть Именно Разъясняет Опираясь На знания Опираясь На знания Как руководство Люди Должны Руководствоваться Этой Книгой Не просто Читать Эту Книгу Сурат Ал-Ан'Ам Скотт 155 Аят И эта Книга Это Писание Которую Мы Неспослали Мубаракун Это Благословенная Книга То есть В этой Книге Баракат В этой Книге Баракат В каждом Аяте Баракат В каждой Суре Баракат Мубаракун И вы Следуйте За ней Следуйте За ней Что нужно Делать Чтобы Последовать За этой Книгой Нужно Понять О чем Эта Книга Нужно Понять Смысл Значение Этих Сур Аятов И будьте Богобоязненными Потому что Эта Книга Призывает Нас К Богобоязненности И тогда Быть Может А Аллах Смилостиваться Над вами Сурату Ангам 155 Аят Сурату Ангам 92 Аят И эта Книга Мы Неспослали Ее Это Благословенная Книга И она Подтверждает То А То Что Было То Что Было До Него До Этой Книги До Нее То есть Это Писание Подтверждает То Что Было До Него Потому что В Куране Мы Видим Очень Много Рассказов Которые Происходили С Древними Народами Пророк Салли Аллаху Алейхи Уасселлям Вышел К людям И начал Рассказывать То Что Произошло Тысячи Лет Назад Две Тысячи Лет Назад Откуда Он Это Знал Иногда Он Говорил Такие Вещи Про Обладатели Писания Например Про Народ Про Иудейские Народы Те Те же Сурат Уль Ках Когда Аллах Оставил Пещеры Обладатели Пещеры Асхаб Уль Ках То есть Аллах Всевышний Довел До своего Пророка То Что Знали Только Избранные Ученые Иудеи Даже Все Иудеи Не знали Об этом И Пророк Сусалям Рассказывал Об этом И поэтому Коран Он Подтверждал То Что Было До Этого То есть Это Пророки Пророк Сусалям Знал Пророков Так Ведь И мы Знаем Пророков Которые Были До Нашего Пророка Сусалям То есть Куран Рассказывал Нам Подтверждал То Что Было До Него Сурат Уль Ангам 92 Аят Сурат Аль Исра 9 Аят Всевышний Говорит Инна Гадал Курана Яхди Лилляти Хия Аквам То есть Воистину Этот Куран Он Яхди Направляет Указывает На Хия Аквам То есть Лилляти Хия Аквам На самое лучшее Не просто На что-то хорошее На что-то благое А на самое лучшее На самое лучшее Направляем Ва Ва И он Радует Верующих Которые Совершают Благодеяние Что их ждет Великая Награда Великая Награда Также Сурат Сурат Исра 82 Аят Всевышний Говорит И мы Неспосылаем Из Курана То То что Является Чем Шифа Исцелением Ва Рахмат Является Исцелением И милостью Для кого Лиль Му'менин Для верующих То есть Каждая Сура Каждый Аят Является Чем Исцелением Каждый Аят Лечит Наши Сомнения Лечит Наши Страсти Наши Болезни Ва Рахма Является Милостью Для кого Лиль Му'менин Ва Ла Язиду Залимина Илля Хосара И не Добавится Беззаконникам И не Добавится Беззаконникам Ничего Кроме Илля Хосара Кроме Убытка Кроме Убытка Поэтому Аллах Всевышний Он Побуждает Он Приказывает Повелевает Своим Рабам Побуждает К чему Чтобы они Читали Книгу Аллаха Они Должны Читать Книгу Аллаха И Должны Размышлять А Над Каждым Аятом Они Должны Размышлять Над Каждым Аятом И Всевышний Сказал Сурат Уннися 82 Не Просто Читать Мы Сегодня Говорим Не про Чтение Курана А именно Про Смысл Именно Про Цель Чтения Курана Это Дойти До Смысла Курана До Значения Аллах Говорит Неужели Они Не Размышляют Над Кураном Именно Человек Должен Размышлять Если Бы Книга Аллаха Если Бы Куран Был Не От Аллаха Если Бы Эту Книгу Написали Кто-то Историки Поэты Или Пророк Мухаммад Сам Написал Если Бы Эта Книга Была Не От Аллаха Обращается К Нашим Умам Мы Же Не Какие Глупые Животные Аллах Же Не Делает Из Нас Каких Фанатов Мы Должны Размышлять Аллах Если Дал Нам Руки Ноги Никто Же Не Будет Их Связывать Вот Так И Будет Сидеть А Я У Руки Ноги Не Работают Поэтому Конечно Ум Разум Мышление Человек Намного Важнее Чем Его Руки И Ноги И Куран Ни За Что Не Борется Против Мысли Против Разума Человека Это Аллах Дал Нам Поэтому Аллах Говорит Неужели Они Не Размышляют Над Кураном Если Б Куран Был Ниспослан Или Был Написан То Был Был Не От Аллаха Они Б Нашли В Этой Книге Очень Много Разногласий Очень Много Разногласий Вот Представьте Себе Куран Вы На той Лекции Об этом Наверное Говорили Да Салим Джан Хазрат Говорил Что Куран Был Ниспослан В течение Начало Аллах Ниспослан Месяц Рамадан Это было Начало Ниспослания На Нижнее Небо Следующий Раз Уже В течение Двадцати Трех Лет Двадцать Три Годы Не Вот Первая Сура Пришла Потом Второе Вторая Сура Так Нет Нет Если мы знаем В Куране Мусхав Который Хранит Сто Четырнадцать Сур Мы знаем Что Первая Сура Это Сура Туль Фатиха Идет Сура Туль Бакара И так Далее До Фаляк Нас То есть Мы знаем Что Фатиха Это не Первые Аяты Которые Были Ниспослан Нет Сура Туль Аляк Пять Аятов Так Потом Следующий Аят Потом Еще Такой Аят С Разброс Так Ведь И вот Представьте Себе Двадцать Три Года Посланник Аллаха Читает Людем Аяты Аят С такой Сурой Аят С такой Сурой Такая Это Сура Такая Это Сура И все В разброс Поэтому Тот Мусхав Который Мы видим Этот порядок Это от Аллаха Но В этом Порядке Поэтому Порядок Он не был Ниспосла Поэтому Как Пророк Мухаммед Салюла Алисалям Который Не умел А Читать И писать Это же Милость Аллаха Была Чтобы потом Многобожники Не говорили Так он же Искусственный Поэт Он искусственный Ученый Который смог Все это Вот это Организовать Да Вот Двадцать три Года Пришел человек Пришла Женщина И сказала Вот Мой муж Издевался Надо мной Да Аллах Ниспослал Аят Зихар Да Произошло Вот это Аллах Ниспослал Этот Аят И вот В течение Двадцати Трех Лет Нет Ни одного Аята Который Бо Противоречил Другому Аяту Поэтому Аллах Говорит Если бы Эта книга Была Не от Аллаха То Человеческие Мозги В течение Двадцати Трех Лет Обязательно Споткнулись Он бы обязательно Забыл бы Где-то Что-то Перепутал Но Нет Никаких Недостатков То есть Поэтому Аллах Говорит То что Эта книга Была То что Она была Ниспослана В течение Двадцати Трех Лет Отдельными Сурами Аятами Да И нет Никаких Разногласий Аллах Говорит Если бы Она была От кого-то Другого Вы бы Нашли там Очень Много Разногласий Вот даже Вот Есть Следователи Да Следователи Полиции Когда Они Допрашивают Подозреваемого Ладно Так скажем Да Они Сначала Задают Ему Эти вопросы Потом Через два дня Они Те же Вопросы Могут Задавать По-другому Все записывать Через месяц Могут Еще Задать И Человек Который Обманывает Он Обязательно Где-то Что А Он Прокалывается Потому что Он не может Все это хранить Здесь Он так Сказать Все Через неделю Он забудет Как он Тогда говорил Так ведь Поэтому Двадцать три года Пророк Пророк Читает Людям Аяты Сура Такая Аят Такой Аят Такой Аят Вот Представьте Себе Никаких Разногласий Никаких Ошибок Никаких Проколов Почему Потому что Это все От Аллаха Поэтому Аллах Говорит Если бы Она была Не от Аллаха Они бы Непременно Нашли В этом Писании Ихтиляф Кафира Много Разногласий Не просто Несколько А много Разногласий И вот Это доказывает Это доказывает Да Что она Была Ниспослана От Аллаха Это сура Ан-Ниса Можете Прочитать Тафсир Почитает Сура Ан-Ниса Женщины Восемьдесят Второй Аят Поэтому Аллах Говорит Афаля И тогда Вернемся К нашей теме Афаля И тогда Барун Аль-Куран Неужели Они Не Размышляют Над Кураном Следующий Следующий Аят Сура Мухаммад Двадцать четвертый Аят Аллах Говорит Афаля Ятадаббарун Аль-Куран Неужели Они Не Размышляют Над Кураном Ам Аля Кулубин Акфалюха Или На их Сердцах Замки Или Или Их Сердца Закрыты Поэтому Сердце Которое Открыто Перед Истиной Оно Обязательно Должно Размышлять Размышлять А что В этом Аяте Аллах Говорит Отчего Он Нас Предостерегает К чему Аллах Повелевает Побуждает И Сурат Ассад В двадцать девятом Аяте Всевышний Говорит нам Что Аллах Он не Спаслал Он не Спаслал Эту книгу И эти аяты Только с целью Чтобы мы Только с одной целью Чтобы мы их читали И Размышляли Вот Аллах Говорит Китабун Сура Сура 29 аят Китабун Писание Книга Которую Мы не Спаслали Тебе Мы не Спаслали Ее Тебе Это Благословенная Книга Ли Я Деб Беру Аят И Чтобы Они Размышляли То есть Аллах Говорит Мы не Спаслали Тебе Эту Книгу Чтобы Они Ли Я Деб Беру Аят И Чтобы Они Размышляли Над Его Аят И Чтобы Помянули Опомнились Кто Обладатели Разума Если Аллах Тебе Дал Разум Аллах Дал Человеку Разум Так Ведь Аллах Говорит Вот Эти Люди Должны Опомниться Должны Принять Это Напоминание Сурату 29 Поэтому Аллах Во многих Аятах Обращается Не к Нашим Ушам Не к Нашим Глазам Во многих Аятах Аллах Обращается К Нашим Разум К Нашим Сердцам Нашим Сердцам И Поэтому Очень Много Аятов Где Всевышний Обращается К нам Именно С вопросом Иногда С упреком Ну Неужели Неужели Они Они Не Размышляют Над Хураном Неужели Человек Не Посмотрит Не Не Видит Неужели Вы Не Видите То Это 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 Элементарно Это Это Обычные Вещи Но Неужели Вы Это Не Видите Неужели Вы Об Этому Не Размышляете Это Все Обращение К чему Какому Органу К рукам К ногам Нет Руки Ноги Это Там Они Сзади Они Солдаты Самое Главное Это Разум Сердце Разум Сердце Поэтому Аллах Обращается К нашим Умам К нашему Разуму Суратусат 29 Аят И Всевышний Разъяснил Нам Что Причина Того Что Мы Читаем Кур'ан Что Мы Имеем Кур'ан Да Все У нас Есть Кур'ан В руках Каждая Сура Каждый Аят Но Люди Далеки От Истины Почему Люди Не Находят Истины Имея Книгу Аллаха В руках Почему Они Не Следуют Истинному Пути Потому Что Они Оставили Что Размышление Над Кур'аном Книга Есть Но Люди Неправильно Используют Эту Книгу Они Оставили Размышление Над Кур'аном И Они Возгордились 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 Услышать Слова Аллаха Услышать Вникнуть Слова Всевышнего Аллаха И поэтому Аллах Сурат Аль-Му'минун Верующие 66 67 Аяты 68 Три Аята Всевышний Говорит Кода Канат Аяты Тут Ла Алейкум То есть Мои Аяты Читались Вам Мои Аяты Читались Вам Но Вы Пятились От них Назад То есть Вы Не Принимали Эти Аяты Вы Уходили Назад Пятились Назад Вам Читались Аяты А Вы Пятились От них То есть Возгордившись Именно Кибр Горделивость То есть Вы Произнося Скверные Речи То есть Вы Возгордились Возгордились Из-за нее И Произносились Скверные Речи Афалам Ятадаббару Кауль Неужели И Афалам Ятадаббару Кауля То есть Неужели Они Не размышляют Над словом Словом Аллаха Амджа Ахум Малам Яти Аба Ахум Аба Ахум 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 Или же К ним Пришло То Что Не приходило Кым К их предкам Сурат Му Минун 66-68 Аяты То есть Они Не стали Размышлять Над Кораном Они не стали Размышлять Над Кораном И Поэтому Постегло Вот это Невежество Это Неверие И Они Заблудились Они Ушли Оставили Путь Истины Все это Из-за чего Потому что Они Оставили Размышления И Всевышний Описывая Свою книгу Он сказал Что Коран Это Это Самое Лучшее Повествование Вот Кто Может Что-то Рассказать Лучше Чем Это Всевышний Аллах Кто Может Сказать Что-то Лучше Чем Аллах Кто Может Разъяснить Что-то Лучше Чем Аллах Чем Аллах Поэтому Коран Это Ахсан Хадис И Всевышний Некоторые Аяты Он повторяет Несколько Раз И Вот Люди Которые Недавно Еще Пришли В Ислам Братья Иногда Спрашивают А почему Вот В Коране Несколько Повторений Одни Те же Аяты Повторяются Некоторые Аяты Два Раза Три Раза Повторяются Некоторые Слова Повторяются Почему Вот В книге Аллаха Мы Должны Понять Что Ничего Лишнего Там Нет Ничего Лишнего В книге Аллаха Каждое Слово Каждая Буква На своем Месте На своем Месте Книга Аллаха Это Как Сливки Там Ничего Лишнего Нет Поэтому Каждое Повторение А Имеет Своё Огромно Значимый Огромно Значимый Именно Смысл Именно Свою Цель Поэтому Аллах В Коране Говорит Что есть Там Схожие Аяты Что есть Повторение Аллах Например Сура Азумар Зумар Переводится Как Толпы 23 Всевышний Всевышний Говорит Аллах Неззал Ахсан Аль Хадиф Аллах Неспослал Самое Лучшее Повествование Самую Лучшую Речь Китаб Как Книгу Муташаби То есть Со Схожими Словами Схожими Аятами Мэт То есть Которые Повторяются Которые Повторяются И Это Повествование От Которых Приходит В Дрожь Кожа Тех Которые Которые Страшатся Своего Господа То есть Верующие Которые Страшатся Своего Господа Когда Они Слышат Аяты Когда Они Читают Аяты Их Кожа Приходит В Дрожь То есть Они Покрываются Мурашками А Затем Их Кожа И Сердца Смягчаются При Поминании Аллаха Их Кожа И Сердца Смягчаются При Поминании Аллаха И Это Есть Верное Руководство Аллаха Которым Он Ведет Того Кого Пожелает А Кого Аллах Введет В заблуждение Его Здесь Аллах Здесь Аллах Описывает А Сердца У Нас Что Как Были Беспечными Так И Остается Беспечным Поэтому Размышление Именно Именно Понимание Смыслов Именно Огромное Значение И Всевышний Упрекает Кого Неверующих Не Обладателя Писания Аллах В Куране Упрекает Именно Своих Верующих Рабов Да Потому Что У них Нет Смиренности Когда Они Читают Куран У Них Нет Хушуга Потому Что Они Не Понимают О Чем Да И Аллах Предостерегает Их Чтобы Они Не Уподавлялись Кому Не Уподавлялись Неверующим Неверующим В Этому Потому Что Неверующие Они Оставили Смиренность У Них Нет Смиренности И Вот Всевышний Говорит Сура Аль Аллах Говорит Неужели Не Пришло Время Для Верующих Вот Здесь Тоже Упрек Вопрос Ну Неужели Не Пришло Время Для Верующих Для Вас Чтобы Ваши Сердца Смирились Чтобы Ваши Сердца Смирились Перед Поминанием Аллаха И То Что Перед Тем Что Аллах Не Спаслал Из Истины То Наши Сердца Должны Страшиться Наши Сердца Должны Страшиться Когда Мы Читаем Слышим Аяты И То Что Аллах Не Спаслал Из Истины Неужели Не Пришло Время Чтобы Их Сердца Страшились И Чтобы Они Не Уподоблялись Обладателям Писания Которым Аллах Тоже Отправил Пророков Аллах Не Спаслал Им Свои Писания Чтобы Они Не Уподоблялись Обладателям Писания Мин Кабль Которые Были До Них Да Фатол Алейхим Амад Прошло Большой Промежуток Времени Фа Фа И Их Сердца Стали Черствыми Их Сердца Стали Твердыми Ва Кафиру Мин Хум Фаси Он Неужели Не Пришло Еще Время Чтобы Ваши Сердца Страшились Устрашились Перед Поминанием Аллаха При Поминании Аллаха И От того Что Аллах Не Спаслал Из Истины Поэтому Аллах Упрекает Аллах Упрекает И Также Всевышний Сурат Уль-Анфаль Трофей Во втором Аяте Говорит Как Чтение Кур'ана Лечит Наши Сердца И Как Богобоязненность Верующего Сердце Верующего Увеличивается От того Что Он Читает Повторяет Слова Аллаха Аллах Говорит Иннама Му'минун Алладзина То есть Верующим Являются Только Те Когда Они Поминают Всевышнего Аллаха Их Сердца Трепещут Их Сердца Страшатся И Когда Им Читают Его Книги А Его Аяты Это Увеличивает Их Веру Это Увеличивает Их Любовь К Аллах Это Увеличивает Их Страх Перед Аллахом И Они Уповают На Своего Господа То есть Верующие Являются Только Те Которые Когда Вспоминают Аллаха Их Сердца Трепещут Их Сердца Трепещут Перед Аллахом И когда Они Слышат Аяты Аллаха Это Увеличивает Их Веру В Аллаха Это Увеличивает Их Им И они То есть Верующие Уповают На Своего Господа Поэтому Альхамду Праведных Рабов Своих Праведных Рабов Он Говорит Что Когда Они Слышат Аяты Аллаха Слова Аллаха То есть Они Падают Ниц Перед Аллахом Когда Они Слышат Книгу Аллаха Когда Они Слышат Аяты Аллаха Они Падают Ниц То есть Плача Плача И это увеличивает их смиренность, их иман. И Всевышний говорит, скажи им, уверуете вы в Аллаха или же не уверуете? «Воистину те, которым было даровано знание до него, и когда им читаются аяты Аллаха, они падают низ, касаясь своими подбородками, они падают низ». То есть совершают суджуд и говорят, «Субхану Раббина», то есть причист наш Господь от всех недостатков, «Ин кана вагду Раббина нам афугуля», поистине, воистину, обещание Всевышнего Аллаха истинно и притворяется в жизнь. И они падают низ, касаясь своими подбородками, плача в слезах, и это добавляет им чего? Хушуга, то есть смиренности. Сурат-Уль-Исра, 107-109 аяты. Поэтому вот Аллах описывает праведных рабов, кому было даровано знание, аль-хамду лилля, они понимают, о чем это, и они падают низ, плача, когда слышат обращение Аллаха, аяты Аллаха. Если бы Аллах не спослал эту книгу не в сердце человека, а в большую гору, большая каменная скала-гора, даже бы она не выдержала перед величием Аллаха. Даже бы скала-гора не выдержала бы перед величием Аллаха. Поэтому Всевышний дает нам пример, чтобы мы призадумались. Чтобы мы призадумались, как наши сердца, сердца людей могут так быть твердыми, они черствыми, что даже гора не устоит перед величием Пурана. А сердца, они как были беспечными, так и остаются беспечными. Сура Туль-Хаша, Сура Сбор, 21 аят. Всевышний сказал, если бы мы не спослали этот Куран не в сердце человека, а на гору, если бы гора принимала эту книгу, Ты непременно бы увидел эту гору, она бы задрожала и рассыпалась бы. Она бы не выдержала давление вот этой книги, она бы рассыпалась из-за страха перед Аллахом. Даже гора не выдержала бы. И Аллах говорит, вот эти примеры мы приводим для людей. Чтобы люди что? Ла'алляхум ятафаккарун. Быть может, они будут размышлять. Размышлять. Поэтому те же К'яму-Лейль, да, Саляту Таравих во время Рамазана. Когда мы стоим за имамом и ждем, когда же он произойдет. А, что? Рукух. Когда же ракарат закончится, да. Ну, это же, это вот наше положение. Это положение верующее. Когда мы стоим и мы даже не слышим, о чем речь. Поэтому вот мусульманин должен изучать Кур'ан. Он должен изучать эти аяты. О чем Аллах говорит. Это сура, вот это сура, да. Поэтому, если мы сегодня сурату-ль-Бакара можем прочитать за несколько часов. Сегодня где-то в Турции, да, или где-то в Мадрасе, Кур'ан, машалла, это очень хорошо. Я не говорю, что это плохо. Там за год, за полтора года, за два года становятся Кур'ан-хафизами, да. То есть, но в то же время, многие даже не понимают, о чем эти суры, о чем речь, да. Мы знаем Гумар ибн Хаттаб. Гумар ибн Хаттаб, он учил только суру Бахара 12 лет. 12 лет. Он посвятил одной суре. Вот представьте себе. И когда он дошел до конца этой суры, да, он от радости, он забил, сделал хурбан, он забил верблюда. Потому что он радовался. Этот человек изучил суру Бахара. Поэтому, когда сподвижники говорили, когда, говорит, кто-то из нас изучал суру Бахара и суру Аль-Химран, когда мы знали, что он изучил, прошел через эти суры, мы, говорит, для нас он, говорит, становился великим человеком. То есть, он суру Бахара изучил. Он, если изучил, то есть, сегодня изучить, выучить суру Бахара. И представьте себе, во время сподвижников это было абсолютно разное. Сегодня за полтора года, да, учат, например, где-то там в Мадресе, за полтора года делают хуран-хафизы. Но он не знает, о чем там речь. Он, все, он выучил, а о чем речь, о чем эти аяты говорят, он не знает. И вот представьте себе, лучшая эпоха, лучшее поколение сподвижников. Человек выучил суру Бахара. Что это значит? Значит, он все аяты знает? С тачвидом, да? Не только. Значит, он изучил каждый аят. Значит, он услышал обращение через каждый аят, что Аллах хочет от него. И, значит, он притворил это в жизнь. То есть, он же, сура Бахара, это не только его знание, это его жизнь. Поэтому, по-моему, Анас Ибн Малик, если я, как бы, боюсь ошибиться, Анас Ибн Малик, по-моему, сказал, если кто-то из нас выучил суру Аль-Бахара и Аль-Гимран, для нас он превращался в великого человека. Великого человека. А сегодня, вот, аль-хамду лилля, учим Куран. Дети учат, да? Но о чем те же мусульмане, они не знают. Поэтому, даже у шейхов есть такие книги, например, книжки маленькие, например, там 20 сур с конца Курана, 30, которые мы используем во время молитвы, например, да? Во время пятикратных намазов. Хотя бы вот этот афсир этих сур, там, в конце, например, там 20 сур, 30 сур, хотя бы вот значение этих сур знание. О чем ты будешь говорить, когда будешь выстаивать свои молитвы перед Аллахом? Это же, это очень важно, это очень важно. Поэтому сегодня, к сожалению, подход сегодняшних мусульман, он абсолютно другой к книге Аллаха. А поэтому и что? И нет плодов нет. Нет плодов. Почему сподвижники выстроились в ряд, да? И тот Коран, который они приняли у пророка, салю ассалям, он полностью изменил их жизнь. Народ, о котором даже не знали. Этот народ, там, ну, потом завоевал полмира, да? Сколько они завоевали стран. Аллах дал им победу, ну, потому что за ними был Хуран. Они жили Хураном. А сегодня нас больше миллиарда, да? Ну, даже многих мусульман, если вот остановить и спросить, ну-ка расскажи суру Фатиха, о чем речь? Аль-Хамду Ля-Раби-Ла-Алим. А-Рахману Рахману Рахману. Маликия Умин. Что значит? Ия-Канах-Буду-Ва-Я-Канаста. Которую мы обязаны, 17 раз обязаны в день повторять. То есть 17 ракагата фарза, да? Многие даже суру Фатиха, к сожалению, не будут, не смогут сказать. Поэтому Аллах предостерегает своих, все, в завершении хочу привести несколько аятов и все. Аллах предостерегает своих рабов, чтобы они не оставляли Хуран. Он предупреждает, что это очень страшно. И Аллах говорит. Сура Таха, вот он. Сура Таха, 99-й, 101-й аяты. Аллах говорит. Мы даровали тебе, мы уже даровали тебе от себя, что? Напоминание. Викра. То есть Кур'ан. Книгу Аллаха. Кто отвернется от этого напоминания. Мен а'рада анху. Кто отвернется от него. Фа иннаху яхмилу яумал киямати визра. Воистину он понесет в судный день тяжелую ношу. Тот, кто отвернулся от Книги Аллаха в судный день, он понесет тяжелую ношу. Халиди нафихи. И они будут пребывать там вечно. То есть пребывать где? В наказание Аллаха. Потому что тяжелая ноша это наказание Аллаха. И они будут пребывать там вечно. И как плохо для них, и какое плохое для них, плохая для них приготовлена в судный день ноша. Сурату Тога, 99-й, 101-й аят. Поэтому Всевышний Аллах ниспослал эту книгу своему посланнику, салюлла алейсалям, и его уме, как напоминание. Как напоминание. И кто принял это напоминание. Кто изучал это напоминание. Кто отдавал хукук, то есть права этого напоминания. Потому что есть права родителей, права жены перед мужем, права мужа перед женой, права детей. Так же есть права. На нас возлагаются права Корана. У нас есть обязанности перед книгой Аллаха, чтобы мы приняли эту книгу, чтобы мы изучали эту книгу, чтобы мы размышляли над его аятами. И чтобы вот тот шаблон, который Аллах нам показал через свою книгу, через своего посланника, мы приводили в порядок свою жизнь, свой быт, именно опираясь на книгу Всевышнего Аллаха. Пусть Аллах наставит нас на путь истинный, иншаллах. Ну, у нас, наверное, несколько уроков еще будет про Коран. Да, тут еще 3, 4, 5, 6 уроков, иншаллах. Субханакаллахума. Бхамдик. Шадуа ла иллахи илла ант. Стафиру ка вату ба иллейк. Лизакуму ла хайр. Саламу алейкум. Варахматуллаху.